Всем привет! Вы на канале Малов Сента. И сегодня будет долгожданное видео. Мы с мамой будем переселять наших новых питомцев. Всем привет-привет! И, наконец-то, мы будем переселять наших мурашек в их новый дом. Да, фармикарий. Ну, Кирюшка, рассказывай, что у нас есть и что мы будем делать. Да, у нас есть сам фармикарий. Вот такой вот фармикарий. Муравейник домашний. Да. Дом муравьев, муравьи. Есть у нас камушки для декора, арены. Арена – это вот эта вот часть муравейника, в которой муравьи будут выносить мусор, собирать еду и носить уже к себе в муравейник. Потом у нас есть песочек, тоже такой красивый. Елененький, очень красивый. Есть у нас паилка. Да. Также есть у нас кормушка. Такая прикольная. Очень прикольная. Так, ну теперь, Кирюха, надо нам песочек засыпать вот сюда на арену. Песочек? Да. Ну давай, засыпать. Так, давай откроем. Так, оно может рассыпаться. Так, давай постараемся сделать это очень аккуратненько. Да, надо это сделать аккуратненько, чтобы ничего не рассыпать. Когда мы все сделаем, мы задекорируем арену, и нам нужно будет увлажнить фармикарий. Вот сюда вот нам нужно будет пипеткой налить водичку. Фармикарий должен увлажниться, после чего мы туда посадим наших муравьев. Мы просто откроем пробирку, и туда аккуратненько их поставим, закроем от света, и они должны будут потихоньку переселиться. Кстати, у нас есть еда. И, конечно же, положим туда немножко корма. Это у нас белковый корм, а это у нас семена, так как эти муравьи кушают именно вот такой вот корм. Мам, вот так все запаковано скотчем. Все высыпать или нет? Нет. Высыпай, посмотрим сейчас. Так, я думаю, надо равномерно все рассыпать. Так. Скажешь, когда стоп? Да, я думаю, что высыпай. Чтобы красиво было. Сыпь, сыпь, не бойся. Вот немножко еще одна отсыпать и оставить на потом, чтобы потом уже поменять. Да, ну, конечно, мы будем еще там убирать у них. Ну, еще сыпь. Так, красиво у нас получается. Только я немножко засыпала. Мы сейчас там потом почистим, потому что то у нас паилка. Да. Так. Так. Все. Еще насыпь, пожалуйста, вот с этой стороны. Так. По уголкам надо еще насыпать. Так. А этот уголок не надо насыпать. Так вот здесь губик. Есть. Отлично. Теперь давай туда мы насыпем камушков. Камушков вот просто вот так вот насыпь по чуть-чуть. Не обязательно все. А так жменьку, возможно, камушков. Чтоб красиво было вот так вот по арене разбросать. Вау, как прикольно. Красиво получается. И еще, я думаю, немножко можно. Да. Вот такая красота. Отлично. Теперь давай мы выберем, где у нас будет стоять кормушка муравьиная. В каком углу давай мы ее придумаем, поставим. Если здесь у нас будет поилка... Можно здесь кормушку. Да, давай здесь, возможно, поставим кормушечку. Вот таким вот образом. Давай я тебе помогу, мам. Вот так. Так более раскопать. И теперь нам нужно в эту кормушку насыпать еды. Да. Давай возьмем, наверное, вот эту пробирочку. Открывай. И туда немножко насыпь корма. Тут столько... Возьми, наверное, вот кормушку. Давай поднимем и вот сюда вот насыпай. Давай я сама. С кошкой доступ. Сыпь, сыпь, сыпь. Есть. Давай я тебе помогу, закрою. Так, а теперь нам нужно еще туда положить вот такого белкового корма. Тоже чуть-чуть. Я открыла. Засыпь теперь сюда еще немножко белкового корма. Это какие-то личинки. Все. Отлично. Ставь на арену. Поставила. Так, теперь давай проверим, все ли у нас здесь ходы закрыты. Чтобы у нас здесь ничего не было открыто. Так, этот ход закрыт. Этот ход мы тоже закроем, потому что арена пока у нас будет маленькая. Она у нас будет вот здесь чуть-чуть. А вот здесь вот она у нас будет, видите, вот. Раз, два, три. И пока только вот эту вот часть мы муравьям оставим. Потом мы откроем, они сюда проберутся. И потом мы откроем, они уже могут сюда пройтись. Но пока достаточно им вот этой территории для освоения. И главное это не открыть, а то они выбежат на голову. Да, это ни в коем случае нельзя открывать. И здесь у нас все закрыто. Закрыто. И здесь хорошенько все закрыто. Есть. Теперь нужна нам пипетка с водой. Пипетка с водой. Я пойду принесу пипетку с водой. Ну что, Кирюшка, прочистила для поилки? Водичку я уже принесла. Все, теперь переворачиваю вот эту пробирочку. А, нет, подожди, еще же надо закрыть сначала. Мы теперь закрываем наш фармикарий вот таким вот образом. Подожди, хорошенько надо закрыть, чтобы нигде никакого не было... Никакой дырочки. Да, теперь переворачивай. Она намокает. Да, она намокает, все верно. И вставляй вот сюда. Аккуратненько там подправь. Так, все. Есть? Да. Есть, отлично. Дальше у нас есть вот такая вот пипетка. Уже, наверное, эту пипетку вы много раз видели. Этой пипеткой я кормила муравья. Лоробушка нашего. И теперь нам нужно вот сюда. Можно я? Да, конечно. Вот так вот увлажнит нашу арену. Ой. Зайка, вот так вот не надо делать, потому что оно потом может пробраться в другие части. А увлажнение должно быть только здесь. Хорошо. Давай еще раз. Чуть-чуть. Надави немножко. Вливаю водичку. Все. Я думаю, достаточно. Аккуратно. Аккуратно. Там, та-да-дам, та-да-дам. Давай переселять их. Да. Теперь нам нужно аккуратно положить эту пробирочку. Достать вот эту вот ваточку. Я думаю, что это нужно сделать пинцетиком. Аккуратно. Мы ложим пробирку. Аккуратно-аккуратно. Достаем ваточку. Вот. Ложим пробирку аккуратно-аккуратно. Достаем ватку. И наши муравьи... Ложить? Да. И наши муравьи должны будут потихоньку переселяться. Само переселение мы, скорее всего, не увидим, потому что мы их закроем. Но давай сейчас сначала откроем ваточку и посмотрим. Хорошо. Давай. Сейчас я... Опять у нас нету пинцета. Сейчас я пинцет принесу. Я сейчас принесу. Давай. Ну, я бегу. Идешь, идешь? Да. Так, теперь надо очень-очень аккуратно, Кирюх. Давай я тебе помогу, чтобы не повредить муравьев. Доставай. И аккуратно, нежно-нежно-нежно высовывай. Убери руки оттуда. Руки свои убери. И теперь аккуратно-аккуратно доставай и туда бросай просто. Бросай. Опа. И мы ложим наших мурашек. Таким вот. И закрываем крышкой. Так, и смотрим, что у нас сейчас происходит на нашей арене. Так, муравьи один выбежал. Забежал. Выбежал, забежал. Смотрите, что происходит. Они не понимают, что произошло. Новая территория. И они начинают осваивать. Оп. Смотри, Кирюшка-мурашка взял камушек и понес к себе. Ага, вижу. Смотри, смотри, и к себе понес. Видите, ребята, как он бегает теперь с этим камушком? Смотри, берет. Берет камушек вот здесь. Да, берут камушки и заносят. Вон, посмотрите, как он. Оп. И носится, носится с этим камнем. Не знает, что с ним делать. Вот они все, смотри, сейчас начинают эти камни засовывать к себе. Какой. Ой. Какой огромный взял он камень. И тянет. И не знает, что с ними делать. То туда, то обратно. То туда, то обратно. Ну, вон их уже побольше стало там на арене. Угу. Мурашек. А теперь они там будут осваиваться. Интересно, кто первый решит все-таки попасть... Вот сюда. Муравейник, да. Найдут ли они туда вход? Пока они очень сильно заняты... Камушками. Переносом камней в свою пробирку. Вот чудные. Так прикольно наблюдать. Скажи, классно. Угу. Интересно, кто же первый зайдет все-таки на территорию? Какой самый смелый будет? Я вижу его зубки. У меня зрение хорошее. И я вижу, как они вот зубками так берут и несут. Классно. Обалдеть. Так интересно наблюдать. Ну, в общем, пока они заняты переносом камней в свою пробирку. Это кто-то сюда залезет, то... Да, если хотя бы один муравей попадет уже вовнутрь самого муравейника, разведает территорию, и он тогда сможет прийти и сказать матке, все, можно перебираться. И тогда они начнут переносить все свои личинки, яйца, потому что там еще и яйца у них есть. И они все начнут переносить. Но пока я смотрю, они баррикадируют себя камнями. Чтобы кого-то атаковать. Я не знаю, что они делают, но они баррикадируют себя камнями. О, смотрите, они уже подходят ближе, ближе, ближе. Вот это, вот это. Да, смотри, какой. Может быть, он сейчас все-таки зайдет, да, увидит, что там еще есть целая большая территория. Вот, берет камень и уходит. А, взял камень и побежал. Значит, Кирюха, нам нужно сюда положить листочек и закрыть сам муравейник от света. И тогда они туда потихоньку начнут переселяться. Так что, ребята, если вы хотите увидеть продолжение, что будет с нашими муравьями, пишите в комментариях. А на этом подписывайтесь на канал Малефисента. И всем пока! Пока-пока! Пока-пока! А мы будем смотреть, что же будет дальше с нашими мурашками. Субтитры создавал DimaTorzok